Тульский областной суд принял решение освободить осужденного по болотному делу Степана Зимина условно-досрочно. Случилось это вчера утром, а сейчас Степан и его адвокат Сергей Панченко у нас в гостях. Спасибо вам большое, что пришли. И мы вас поздравляем с освобождением. Спасибо большое. Ну а как вообще прошли ваши первые сутки? Расскажите, чем вы первым делом решили заняться? Знаете, я еще на самом деле до конца даже не осознал, что это произошло. Потому что я узнал о том, что Тульский областной суд принял такое решение в 2 часа дня вчера, находясь в колонии, когда приехал адвокат. А в 5 часов того же дня меня уже, ну я называю это словом, выкинули из колонии, выгнали. То есть вы успели как-то вещи какие-то собрать? Частично, я скажу так, потому что это было в попыхах, в бегах, быстрее, быстрее. А с чем была такая спешка связана? Не знаю. А вот освободившись, ну мне сложно вообще даже представить, что вам пришлось пройти за это время. Какое у вас было самое первое, самое яркое желание, чем вам хотелось больше всего заняться? Наверное, поехать домой и позвонить по телефону. Вот эти 2 самых больших желания, которые были, позвонить по телефону, да, родным, близким. Вам удалось это сделать? Это очень хорошо. А вообще вот, ну 3 года, да, я правильно понимаю, 3 года же прошло с момента начала? Да, с 12. Вот как вы их оцениваете? Это вообще для вас что было? То есть это какое-то, это наказание, это там, это какой-то, не знаю, там, опыт, это, может быть, какая-то нелепая случайность? Что, вот, что это для вас? Ну, знаете, вы правы во всех аспектах в данном случае. Это и наказание, непонятно, правда, за что, по каким причинам, но это остается фактом. Это было. Прошло 3 года. Опыт, да, безусловно. За эти 3 года я как-то обдумал все свои поступки, действия. У меня было достаточно на это время. Вот. И это же время потребовалось, чтобы какие-то поставить новые планы на будущее. Вот. Мы сейчас о планах еще поговорим обязательно. Сергей, хочется вот все-таки вас спросить. Я правильно понимаю, что сначала было отказано в УДО, потом вы поменяли юрисдикцию, и вам удалось, так сказать, оспорить это решение? Да. В марте месяце Новомосковский городской суд указал Степанову в удовлетворении ходатайства об условном засрочном освобождении. Вчера Тульский областной суд эту справедливость восстановил. И непосредственной причиной принятия такого решения, юридической, являлось обнаружение в деле у Степана подложного документа о том, что якобы он был поставлен на учет в колонии как лицо, склонное к нападению сотрудников администрации. Этот рапорт полностью противоречил той информации, которую давала сама колония предыдущим документам за подписью замначальника колонии, которые положительно характеризовали Степана и говорили о том, что никаких замечаний, никаких вообще к нему претензий нет. А как этот документ оказался в деле? У вас есть какие-то идеи? Вопрос, как он оказался в деле, это еще вопрос не закрытый, мы будем этим заниматься. Но именно на этот документ сослался Новомосковский городской суд, в свое время отказывая от условно-досрочного освобождения. Вчера у судьи на столе фактически оказались два противоположных документа. Один за подписью замначальника колонии, что все хорошо, а другой за подписью рядового сотрудника, что все плохо. Видимо, Тульский областной суд решил не брать на себя ответственность за чужие безобразия, в конце концов. Но вообще достаточно любопытна эта ситуация, и вы планируете как-то продолжить в ней разбираться? И если да, то как? Естественно, мы будем разбираться в этой ситуации, у нас еще имеется возможность дальнейшего производства по этому делу, но как бы сейчас мы не хотели бы это обсуждать, потому что это тактика защиты. Возвращаясь к вашему опыту, было в нем что-нибудь хорошее? Конечно. Безусловно. Ну, это и уровень, я повысил свой уровень выживаемости, скажем так, в любых слоях, в любых обстоятельствах. Вот. И вернусь ко времени, да, было достаточно времени, чтобы потянуть свой и образовательный, и какой-то моральный уровень внутри себя. А чем вы занимались? Вы читали, вы изучали, может быть, что-то? Я знаю, что вы до этого изучали арабский. То есть у вас была возможность там как-то, да? Как-то свои навыки? Несмотря на все препятствия администрации колоний, и как СИЗО, так и колонии, которые, ну, запрещали передавать и книжки, всякие статьи на иностранном языке туда. Именно на иностранном языке? Именно на иностранном. Ну и вообще в целом книжки. Вот. Но это никаким образом не повлияло на мою возможность изучения, как и иностранного языка, так и новых наук, по которым у меня раньше были пробелы большие в знаниях. Что касается технических наук, как биологии, физики, химии. Вы планируете продолжить учиться? Да. Восстанавливаться будете? Скорее всего, восстанавливаться, но и непосредственно получать второе и высшее. Уже по биологии, скорее всего, касается. По биологии? То есть это... Я правильно понимаю, что у вас именно в этом месте был пробел? Сейчас вы его наверстали и планируете еще пойти с этим дальше? Да. Было много свободного времени. Особенно в СИЗО. А почему именно биология? И как-то повлиял ли тот факт, что все это время вы находились в заключении на ваш выбор? Потому что биология... Я довольно длительное время хотел поступать именно туда, непосредственно в какой-то из этих вузов биологических. Но вот не мог. Не мог себе этого позволить, потому что касается вот этого незнания вот этих базовых наук. Но теперь, я думаю, все будет нормально. То есть арабистом вы уже не хотите быть? Заканчивать я буду в любом случае. Арабский язык. Я понимаю так, что вы занимались также танцами. Да. Вы будете продолжать? Конечно. Как танцами, так и исторической реконструкцией. То есть, по сути дела, все ваши... Увлечения, они остались, конечно. Увлечения, они остались, и в общем... А кто вас поддерживал, пока вы находились в заключении? У вас есть какая-то, может быть, группа поддержки, какие-то близкие, друзья? Да, конечно. Кто вот эти вот? Брат, ну, сводный, ну, родной. Все поддерживали, все писали. Обычные люди поддерживали. Письма поддержки. За это им большое спасибо, на самом деле. Хочу сказать. Есть сейчас пока, вот как раз вы были в заключении, вышли так называемые... Точнее, обсуждается, он еще не принято, но обсуждается закон, который в СМИ уже назвали законом садистов об увеличении полномочий сотрудников колонии. Как-то вот среди тех, с кем вам там удавалось пообщаться внутри, он как-то обсуждался, слышали ли вы о нем, знаете ли вы что-то? Понимаете, он... Мы обсуждали эту тему, он воспринимался, ну, скажем так, никак. Потому что это есть, это практикуется во всех зонах. Вот, другоприкладство, оно не афишируется нигде, об этом мало кто знает. То есть этот закон, он, по сути, легализует то, что и так уже есть? То, что и так уже есть. Это, по сути, только прописывается на бумаге. Но как после принятия этого закона, так и сейчас, доказать ничего нельзя будет. Потому что сотрудник полиции, как и в нашем деле это было, так и сейчас в колонии, он всегда прав. Всегда, в любых обстоятельствах. А как это вообще вот этот опыт повлияет на ваше дальнейшее желание участвовать в любых акциях, в том числе и оппозиционных? Вообще, как вы себе видите свое будущее вот в этом? В этом? Ну, пока достаточно рано об этом говорить еще. Потому что только второй день на свободе. Я, честно говоря, не задумывался на эту тему. Ну, я просто, вот меня бы, наверное, я не знаю, у меня не было никакого такого опыта, но меня бы, наверное, это все-таки испугало. Вот я могу, честно сказать. Нет, нет. Потому что уже все прошло, все пройдено. Это этап пройден уже. И СИЗО, и суд. Абсурдный, но он был все-таки, этот суд и приговор. И непосредственно колония уже. Этап пройден, и уже все, все, что можно, все уже было на себе прочувствовано. Очень странно. Сергей, а вы собираетесь обращаться в Европейский суд по правам человека? То есть, как-то вот дальше с этим, как вы планируете быть? В Европейском суде по правам человека в настоящее время находятся объединенные в одно производство жалобы практически всех болотников, как касающие первоначальных незаконных арестов, так и неправосудного приговора. То есть, это две разные жалобы? Ну, они сейчас объединены все в одно производство в отношении всех болотников, всех, кто был осужден по этим делам. Уже прошел этап постановки вопросов сторонам. Уже даже Российская Федерация в начале весны сподобилась ответить на все вопросы. Фактически, мы сейчас ожидаем, что Европейский суд примет некое решение по существу. Это когда должно произойти? Ну, это может затянуться, но я думаю, что это порядка нескольких месяцев. То, что процесс юридический идет. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Итак, у нас в гостях был Степан Зимин, осужденный по болотному делу и освободившийся буквально чуть более суток назад, и его адвокат Сергей Панченко.